давайте обратимся к истории и вспомним а каково же было положение женщины в европе потому что это буквально вот до недавнего времени буквально там столетия назад положение женщины в европе было не таким как она есть сейчас как сейчас запад возвышает положение женщины и насколько они опять же исходя из своего незнания говорят о плохом отношении к женщинам в исламе и автор нас уносит то 19 века приводя исторические факты 19 века когда женщина в европе воспринималась как некоторое существо которое никто не принимает в расчет и если мы помним опять же вспомним историю исторические факты яркий пример там у жанна дарк когда европе женщин чуть ли не приравнивали к ведьмам колдуньям и готовы были жечь на костре и при этом европейские ученые философы даже спорили и если вообще у женщины душа и если она есть человеческое она или животное и даже если вот в греции и римской империи женщина обладала более высоким положением то все равно женщины они были как неким предметом мебели что ли в жизни богатых жителей греции и римлян и при этом если обратиться вот буквально в столетие назад то женщины в европейских странах не имели права даже владеть собственностью до 1850 года в англии женщин не учитывали при национальной переписи и только в 2022 году британский закон даровал женщинам право решать как следует тратить свои заработанные деньги потому что до этого момента женщина в англии должна была свои деньги передавать мужу и даже ее одежда была собственностью мужей большое наверное опять же значение оказала промышленная революция потому что она внесла свои изменения вот европейское общество женщины и дети они работали опять же участвовали в промышленном вот этой промышленной революции участвовали на предприятиях и опять же им платилось меньше ему выделялись рабочие места хуже чем мужчинам и их рабочий день был длиннее чем у мужчин и чтобы привлечь внимание общественности к вот этой проблеме женщин 8 марта 1857 года в нью-йорке провели манифестацию женщины швейных и обувных фабрик которые требовали 10-ти часовой рабочий день требовали светлые сухие рабочие помещения равные с мужчинами заработную плату потому что они работали по 16 часов в сутки и получали гроши и по сравнению с мужчинами далее рассматривается положение женщин в до исламский период на аравийском полуострове как мы помним из предыдущих глав положение женщины до исламский период востоке тоже было не из лучших потому что опять же повторюсь женщина не имела права не распоряжаться своим имуществом не имела свободы воли в выборе супруга и при этом как отмечает автор были собственностью мужчин а участь была не лучше участи домашних животных и в пример приводится опять же вдовы которые были частью наследства мужчины рождение девочек опять же как мы помним из самых первых глав было несчастьем для арабов и очень часто как мы помним из хадиса да когда рассказывал один из подвижников корока мухаммада саллах и салям что девочек закапывали живем ну вот опять же с приходом ислама положение женщины кардинально меняется потому что пророк саллах алейхи вассалям искореняет вот это до исламское невежество утверждает равенство и справедливость и предоставляет женщинам законные права именно ислам впервые лишает мужчины права деспотично повелевать женщинами и дарует женщинам свободу в рамках шариата и ильдар хазрат говорит что если сегодня кто-таки кто-то все-таки продолжает унижать угнетать своих женщин жен матерей или дочерей да то это показатель того что человек до сих пор живет в до исламском периоде вроде всего пару лет пару столетий назад европейское духовенство обсуждало вопрос о статусе женщин а ислам по сравнению с европейским духовенством еще пол полторы тысячи назад провозгласил что для всевышнего нет разницы между мужчиной и женщиной и мы равны и следующая история до показывает истинность этого утверждения приводя вот факты из истории ислама когда пожилая женщина возвысила свой голос период правления умара ибин аль-хаттаба который внимательно прислушался к ее замечанию и изменял изменил свое высказывание и было это еще в седьмом веке сейчас женщина в исламе занимает важное место перед всевышним и обществом в целом и рассматривается как драгоценное требующие заботы и бережного отношения и доказательством того да мы видим что четвертая сура священного корана которая состоит из 176 аятов названа словом они со что означает женщины и и шамиль хазрат часто говорит об этом акцентирует внимание что коране нет суры мужчины но есть сура женщины и поэтому важно изучать именно положение отношения ислама к женщине и священном писании говорится что первая женщина со дня сотворения мира упоминается как первая женщина его да так и матери пророков их жены дочери которые занимают свою большую роль в истории человечества и опять же лучшим напоминанием для нас каким должно быть отношение к женщинам является слова нашего пророка мухаммада саллаху алейхи вассалям когда он сказал я наказываю вам хорошо обходиться с женщинами и однажды когда он увидел пророк саллаху алейхи вассалям увидел нескольких женщин ехавших на верблюдах погонщик очень гнал животных чересчур быстро не думая о том что он может достать какие-то неудобства женщинам и тогда пророк саллаху алейхи вассалям обращаясь к нему предупредил ты везешь хрустальные шкатулки будь с ними осторожнее он также сказал лучший из вас тот кто лучший для своей семьи и я лучше из вас по отношению к ней когда к посланнику всевышнего саллаху алейхи вассалям пришел один человек и спросил у посланника аллаха кому из людей я должен относиться лучше всего посланник всевышнего саллаху алейхи вассалям ответил к матери и человек трижды спрашивая задавая тот же вопрос пророк саллаху алейхи вассалям отвечал к только затем он сказал а затем кому когда он спросил да он сказал к отцу а также он сказал тот кто имеет трех дочерей или сестер кто хорошо относится к ним воспитывает их должным образом с трепетом перед всевышним войдет в рай как мужчина так и женщина обладает в исламе равенством полным равенством и это дает соответствующие права защиты жизни чести имущества и достоинства и права эти неприкосновенные они не оспариваются и не ущемляются а вот касательно ходится того что тот кто имеет трех дочерей или сестер то есть имея трех дочерей или сестер человек может заслужить рая я задумалась и думаю почему именно трех и если вот вспомнить опять же природу женщины то насколько женщина эмоционально где-то капризно да где-то не просто в общении то наверное действительно имеет 3 можно понять что не просто вырастить трех дочерей или иметь трех сестер и опекать их да потому что опять же если искренне верить во всевышнего и именно сохранять вот это спокойствие богобоязненность по отношению к женщине то наверное в отношении именно женщин это непростое дело если человек сможет сохраняя спокойствие терпение общаться именно с тремя своими дочерьми правильно да красиво воспитывать их с трепетом перед свыше благодаря этому да он сможет войти в рай и опять же подчеркивается что бесспорной и непреложной аксиомой ислама является то что согласно исламу женщина также как и мужчина является таким же вознесенным творением всевышнего аллаха и священный коран четко формулирует что женщина полностью равна с мужчиной перед всевышним своих правах и обязанностях по оценке поступков мера наказания и вознаграждению будет зависеть только от соответствия деяний добру или злу и священный коран говорит кто бы не делал доброе дело мужчина или женщина будучи верующими мы дадим поистине блаженную жизнь предоставим им вознаграждение который будет соответствовать им их благим делам и в завершении эльдархазрат заканчивает вот эту главу таким такой наверное небольшой молитвой два и просит всевышнего о рай и о том чтобы он направлял нас к словам и делам которые приближают нас к нему и прибегая к не к его защите от огня и тех слов и дел которые отдаляют нас от него и просит у всевышнего прощения за все вольные и невольные решения и ошибки и и и и и и и